Смерть Ким Чен Ына стоит ли верить слухам и что ждет Северную Корею политика мир? 17 часов 21 минута, 26 апреля 2020 года исчезнувший лидер Смерть Ким Чен Ына, стоит ли верить слухам и что ждет Северную Корею? Фото. Шамил Жуматев слэш Reuters. Известный российский корейст Константин Осмолов проанализировал ситуацию и рассказал ленте РУ, насколько реальными могут быть слухи о смерти Кима и ждать ли миру первую женщину-лидера в Северной Корее. Доверяй, но проверяй, даже часы, которые стоят два раза в сутки, показывают точное время. Однако и такую аналогию вряд ли можно применить к источникам, которые утверждают, что лидер Северной Кореи умер или находится в коме. Пока что все они не относятся к разряду валидных. Так, любая новость со ссылкой на анонимный, но хорошо информированный источник с точки зрения стандартов журналистики должна опираться на что-то еще. Бывает, что известный эксперт или чиновник не хочет, чтобы его имя называли, но, увы, не менее часто и бывает, и ситуация, когда такой аноним является плодом фантазии автора текста, либо маскирует пришедший сверху вброс, который надо как-то легитимизировать. С ограниченным доверием надо воспринимать и новости, основанные на том, что ходят слухи. Слухи, как писал еще Высоцкий, могут быть очень разными, а применительно к таковым про КНДР надо помнить два важных момента. Во-первых, закрытость и одиозность страны делают ее хорошим источником хайпа, и поэтому любые горячие новости про Север хорошо разлетаются. Во-вторых, антипхеньянская пропаганда – это отнюдь не иллюзия, и безумные слухи играют в ней довольно важную роль. Существует несколько источников, которые занимаются систематическими поставками подобных страшилок про КНДР на рынок новостей. Один из них пишущий о Севере портал. Кель Яньк. Именно с его публикации началась апрельская волна слухов про Кима в коме. Дэли Энкей у нас иногда называют южнокорейским интернет-агентством. На самом деле это организация консерваторов и протестантов, которая утверждает, что у нее есть сеть законспирированных информаторов в Северной Корее и приграничных районах Китая. Разумеется, их личности нельзя раскрывать, иначе их убьют вместе с семьями. И потому миру предлагается верить на слово новостям от очередного анонимного источника, раскрывшего очередную страшную правду. Фоторойтерс. Пара недель молчания в сухом остатке у нас пока только то, что с 11 апреля Кима не было видно, и он впервые за время пребывания у власти не посетил 15 апреля Дворец Солнца, чтобы воздать почести покойному деду в его день рождения. Правда, из-за противоэпидемических мероприятий праздник вообще прошел без обычных массовых действ. При этом северокорейское агентство ЦЭТАК сообщает, что Ким после 11 апреля отправлял поздравительные телеграммы или подарки. Кстати, новость о том, что в Северную Корею вылетел из Китая самолет с врачами, также пришла по неофициальным каналам. И даже если это так, визит мог иметь и иную направленность. Например, обмен опытом в борьбе с коронавирусом. Исключает ли все вышесказанное то, что Ким просто заболел? Нет, в 2014 году его 1,5 месяца не было на публике, а потом выяснилось, что он то ли подвернул ногу и растянул связки, то ли ему удалили кисту на лодыжке. Разумеется, в этот период его тоже успели похоронить работа лидера КНДР, это постоянный стресс и переутомление, потому что вождь принимает все стратегические решения и много ездит по стране. И известно, что Ким много курит, а его полнота связана, скорее всего, с наследственным сахарным диабетом. Такая комбинация повышает риски проблем в сердечно-сосудистой системе. Поэтому вероятность того, что во время очередной поездки Киму стало плохо, и он где-то отлеживается, полностью отрицать нельзя, но одно дело сердечный приступ, а другое кома. Теория без практики. И хочется специально подчеркнуть, что в такой ситуации рассуждение о том, кто будет преемником Ким Чен Ына, носит характер абстрактного теоретизирования. На первом месте среди вероятных преемников стоит Ким Ё Чжон, младшая сестра вождя. Считается, что она на три или четыре года его младше и на данный момент она самый молодой кандидат в члены политбюро ТПК. Сестра часто сопровождает брата в поездках по стране, по словам общавшихся с ней экспертов и дипломатов. Производит позитивное впечатление умной, боевой и решительной молодой женщины. Считается, что она отвечает за вопросы пропаганды на внешний мир, а с 2020 года стала выступать с официальными заявлениями, которые цитируются в СМИ. Не следует забывать, что именно она была лидером северокорейской делегации на юге во время Олимпийских игр в 2018 году. Именно с этого визита началось олимпийское потепление между Кореями. Конечно, пока она еще не официальная наследница, что видно по отсутствию у нее специальных титулов. Именно поэтому рассуждения японских СМИ о том, что ее начали готовить на замену брату, скорее сомнительны. Да, она делает карьеру, но скорее как опора вождя, а не замена. Ким Ёчжон помогает Ким Чин Ыну во время подписания документов в демилитаризованной зоне фото, Ройтарс. Кроме младшей сестры, у Ким Чин Ына есть старший брат Чин, точнее Чон Чхоль. Считается, что он 1981 года рождения и до 2009 года в наследнике из Кореи прочили его. Если Ким Чин Ын, как принято считать, делал карьеру в силовых структурах, Чон Чхоль рос по партийной линии и делал карьеру в организационном отделе ЦК ТПК, он исчез с радаров, когда младший брат стал лидером страны. Последнее, что о нем было известно в политическом контексте, это сообщение китайской желтой прессы о том, что именно Чон Чхоль арестовал высокопоставленного политика и своего дядю Чан Сон Тхека, когда все боялись это сделать. С точки зрения традиционной семьи нехорошо, когда старший брат подчиняется младшему. Кроме того, ходили слухи о том, что он серьезно увлекается музыкой, тайно ездил в Лондон на концерт Эрика Клэптона и сам играет на гитаре на профессиональном уровне. Информация об этом есть в мемуарах сбежавшего на юг бывшего заместителя посла КНДР в Англии Тахин Хо. Но мы помним историю Башара Асада, после смерти брата, который планировался в наследнике, перспективный врач-офтальмолог был вынужден сменить профессию. Поэтому Чон Чхоль может рассматриваться как следующий в очереди. Если вспоминать остальных Кимов, то есть еще Ким Кхен Ир, это единокровный младший брат Ким Чен Ира, но от второй жены Ким Ир Сена. Возможно, поэтому он большую часть времени провел послом в странах Восточной Европы, но не так давно вернулся домой. Еще меньше верится в то, что новым руководителем страны станет не представитель семьи Ким может возникнуть вопрос, готова ли Северная Корея к женщине-вождю. На взгляд автора, да, даже в современной КНДР в рамках курса по истории революционной деятельности фигурируют не только три руководителя страны, но и Ким Чен Сук, первая жена Ким Ир Сена и мать Ким Чен Ира. Хотя она не занимала государственных постов, ее почитают как соратницу Ким Ир Сена по партизанскому движению и образцовую мать Кореи. Мечты и прогнозы, что еще стоит помнить. Во-первых, каждая смена власти на Севере проходила под потирание рук и рассуждение о том, что КНДР теперь точно крышка. И максимум через 2-3 года тиранический режим падет, а юг сотрет Север с карты. Ким Чен Ира вообще считали президентом плейбоем, однако он продержался у власти с 1994 Гуар Джон Мус по 2011 год и сумел вытянуть страну из разрухи и заложить основы ракетно-ядерной программы. Во-вторых, каждый лидер КНДР переформатировал систему под себя, оставляя предшественника на церемониальном посту. В результате в КНДР есть вечный президент и вечный генеральный секретарь ЦК ТПК, скорее всего, новый лидер тоже будет что-то менять. При этом радикальных внешнеполитических или экономических изменений, скорее всего, ждать не стоит, а форс-мажоре речи не идет. Вот, северокорейский курс во многом сформирован внешними факторами, и без радикальных перемен в геополитической обстановке вряд ли что-то поменяется и в самой стране. К тому же, не все помнят, что Конституция Южной Кореи распространяет ее юрисдикцию на весь полуостров, а закон о национальной безопасности РК трактует КНДР как антигосударственную организацию. Если упрощать, то Сеул смотрит на Пхеньян так, как Киев на Донецк и Луганск. Но долгосрочные предсказания применительно к КНДР дело неблагодарное. По некоторым подобным прогнозам, которые широко пиарились 5-10 лет назад, к 2020 году Корея уже должна была быть единой. Поэтому автор прекращает дозволенные речи и еще раз напоминает, что Ким Чен ина следует считать живым и дееспособным, пока весь мир не убедится в обратном. Константин Осмолов ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИФРАН.